Для того, чтобы разобраться в том, что происходит в мире, на Украине, на Ближнем Востоке, нужно прежде всего понять, какие у нас есть действующие силы. Если мы рассмотрим Европу, то основные действующие силы три. Это Виндзоры, они же Ротшильды, то есть бывшая элита Британской империи. Это неаконы американские, которые сегодня контролируют внешнюю политику Соединенных Штатов Америки вместе с новыми деньгами, то есть с Федеральной резервной системой США. И, наконец, третья сила – это старые континентальные элиты, координируемые Ватиканом. Если мы посмотрим, кто из них в соответствии с китайской концепцией о связке трех сил, то мы увидим, что две из них в активе – это Виндзоры, которые работают с Порошенко в первую очередь, и это неаконы, которые работают с Коломойским. А вот Ватикан находится в глубоком пассиве. Это видно хотя бы из того, что за последний год эта самая главная на Западе Украине сила практически никак себя не проявляет, что означает, что она не просто находится в глубоком игре, но и то, что те процессы, которые протекают на Украине, ее пока вполне устраивают. Отмечу, что с точки зрения континентальных элит, то есть Ватикана, оптимальная ситуация – это отделение Галиции в самостоятельные государства. Потому что это сегодня единственное место в Европе, где можно развивать идеологию кровь и почва. То есть, иными словами, то, что категорически необходимо континентальным элитам для того, чтобы взять реванш за поражение в Первой мировой войне и за неудачную попытку реванша во Второй мировой войне, реванша против финансистов. А финансисты до дела Струскана, до лета 2011 года были едины, а после этого раскололись как раз на эти две группировки условных Виндзоров-Ротшильдов и Неаконов-Финантерна. Дальше, картина следующая. Если мы посмотрим на Россию, то Россия играет сегодня, прежде всего, ну, делает попытку играть с элитами немецкими старыми. А Меркель здесь выступает скорее на стороне новых про-американских элит, а вот старые германские элиты, они готовы работать с Путиным. Именно потому, что Ватикан и эти старые элиты в пассиве, Путин в пассив выйти не может. И он сидит тихо, и никаких активных действий, типа вторжения на Украину войсками, не предпринимает. И все действия Виндзоров и все действия Неаконов направлены на то, чтобы вывести Путина в активную позицию, в частности, ввести войска. А он этого не делает. По этой причине им было принято решение, что Путина нужно убирать. Все санкции, которые мы видим, и те, которые были введены давно, и те, которые введены там вот сегодня-вчера, и те, которые еще будут введены, они направлены на одну единственную цель, которая прямо была озвучена бывшим представителем спецслужб американских, который сказал, что российские элиты финансовые и промышленные, если они хотят сохранить свой бизнес, должны скинуть Путина. Именно под это максимальное неудобство всему бизнесу, то есть всем тем элитам, которые были созданы на территории СССР России с конца 80-х годов. Им приказано скидывать Путина. Им создаются страшные неудобства для того, чтобы они поняли, что если они Путина не скинут, то их лишат всех денег там, и, соответственно, не дадут развиваться здесь. И это сегодня главный конфликт, который будет на территории нашей страны. А чем он закончится, вопрос сложный, потому что те элиты, которые сегодня в активе, то есть Виндзоры и Ниаконы, скорее всего, в самое ближайшее время будут вынуждены перейти в пассив после того, как обрушатся мировые финансовые рынки. В этот момент ресурса на глобальное оппозиционирование у них не будет. В этой ситуации в актив в Европе перейдет Ватикан, а в мире Китай. А теоретически нам бы нужно было перейти в актив с ними. То есть, иными словами, Путин должен начать смену экономической команды, политической команды, финансовой команды ровно на момент обвал рынка. Китай, судя по всему, считает, что это произойдет этой осенью. Почему? Потому что он объявил в ноябре месяце, накануне саммита ОТЭС, большой съезд ветеранов военных всего мира, на котором будет объявлена новая доктрина Китая в Азии. Я подозреваю, что это может быть достаточно жесткая и агрессивная доктрина. Но абсолютно очевидно, что объявлять ее до обвала финансовых рынков бессмысленно. Ну или, скажем так, объявить можно, а перейти к реальным действиям можно только после обвала рынка. Но у Путина имеется одна очень большая слабость, которая состоит в том, что у него нету концептуальной доктрины власти. Она была у Российской империи, православия. Она была у СССР. Это была коммунистическая идея. Сегодня у нас своей идеи нет. Мы живем в Вашингтонском консенсусе, и, соответственно, и Китай, и старые континентальные элиты смотрят на нас, как на идеологического прихвостня США. Таким образом, главная задача, которая стоит сегодня перед Путиным, и для него это вопрос жизни или смерти. Это вопрос, потому что, еще раз повторю, Запад, обобщенные, то есть Виндзоры и Ниаконы, поставили на уход Путина. И они уже не остановятся. Это задача, которую они сегодня для себя считают локально крайне важной. В этой ситуации Путин должен предъявить некоторые концептуальные основания на свою власть. И эти концептуальные основания должны быть шире, чем сегодняшняя Россия. В этой ситуации Путин не может сохранить доктрину Вашингтонского консенсуса, потому что правила игры, которые устанавливаются теми, кто определяет Вашингтонский консенсус, они сегодня переписываются так, чтобы убрать Путина. То есть это просто невозможно. Есть еще одно обстоятельство, кроме обвала рынков, которые могут стимулировать все эти процессы, это война на Ближнем Востоке. Если Соединенные Штаты Америки нанесут удар по ИГИЛу, то есть по этой исламской армии, которая объявила новый халифат, если это будет достаточно жесткий удар, то в этом случае ответный удар будет нанесен не по Соединенным Штатам Америки, просто непонятно, по кому наносить удар. Он будет нанесен, скорее всего, по Израилю. А сильный удар по Израилю может вызвать большую войну на Ближнем Востоке, которая также принципиально изменит конфигурацию мировых финансов. В частности, может стать основанием для форс-мажора, то есть отказа крупнейших финансовых институтов от своих обязательств. Вот, собственно, и вся конструкция, которая на сегодня складывается. В общем, можно сказать, что эта осень, осень 2014 года, является основополагающей с точки зрения оформления конфигурации мира, который будет в ближайшие десятилетия. Значит, пожалуйста, а санкции, последние санкции, которые были приняты, они представляют реально... Еще раз повторю, эти санкции, у них одна единственная цель – скинуть Путину. Они не бьют, они совершенно не хотят обрушить российскую экономику и мировую экономику. Более того, они в некотором смысле опасны для тех, кто их вводит. Почему? Потому что это санкции, которые наносят удар по западной же пятой колонне. Это во-первых. А во-вторых, они теоретически должны стимулировать российские крупные корпорации не возвращать долларовые долги. То есть, иными словами, нас втаскивают в дефолт 1998 года. Но проблема состоит в том, что их задача – свалить Путин. То есть, иными словами, всему российскому истеблишменту, сформировавшемуся последние 25 лет, непрерывно Запад транслирует. В отличие от 1998 года, мы вам лично дефолты не простим. Если вы Путина не скинете, вы будете никто. Ну и, соответственно, а как они будут себя вести? Ну, посмотрим. Что касается Евросоюза, то Китай и США уже его списали. В чисто рыночном отношении, потому что в условиях падения спроса Китай и США не могут позволить, чтобы такой лакомый рынок, как Евросоюз, находился под контролем Германии. Как будет происходить развал? Это вопрос сложный. Я думаю, что зона Евро останется, и в этом смысле Евросоюз тоже останется, но в него будет входить после окончательной переконфигурации то, что мы раньше называли Западной Европой, плюс Французская Западная Африка. Вот эта территория, как источник собственных ресурсов. Все остальное, Восточная Европа и Северная Африка, которую Евросоюз бы хотел прибрать к рукам, он не получит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!